В ночь с пятницы на субботу инспекторы ГИБДД не сомкнули глаз. В городе прошел очередной плановый рейд по выявлению нетрезвых водителей. На этот раз в качестве места ловли нарушителей выбрали улицу Шубиных. Здесь-то и разместились патрули и проверяли все проезжающие мимо автомобили. Сегодня в очередной раз проводим рейд по массовой остановке водителей с целью выявления лиц, употребивших алкоголь и севших за руль в таком состоянии. О мероприятии дорожные полицейские сообщили водителям заранее через средства массовой информации, умолчав разве что о месте его проведения. Алгоритм проверки автолюбителей на трезвость прост. Сначала водителя останавливают, проверяют наличие документов, при этом инспектор смотрит на поведение человека за рулем. Максим Михайлович, будьте добры, багажный отсек откройте, пожалуйста. Так, машина на кого зарегистрирована? На вас? Дорожные полицейские признаются, даже по минимальному общению с водителем можно понять, выпивал он или нет. Определить человека, употребившего алкоголь, достаточно просто. То есть здесь характерное поведение, специфический запах, невнятная речь и жестикуляция. Ну и плюс опыт инспектора. Если состояние водителя не вызывает подозрений, все документы в наличии и нет претензий к транспортному средству, инспектор желает доброго пути и отпускает автовладельца. Правда, зачастую сотрудников ГИБДД сбивает с толку, если водитель жует жевательную резинку. Вот, кстати, как самочувствие? Нормально? Нормально. Если жвачку жует, не точно. Да нет, я просто говорю, от вас какой-то исходит странный запах. Все точки над ИРОС вставляет специальный прибор. Среди автовладельцев именуемый просто трубочка. Процедура занимает несколько секунд и все подозрения инспекторов отпадают. Дуйте, полный выдох. Дуйте, дуйте. Все, все, спасибо. Ждем анализа. Все, по нулям. Этих девушек остановили из-за тонировки передних стекол. Для проверки светопропускаемости у инспекторов тоже есть специальный гаджет – прибор «Блик». Всего 9%, да еще и в темное время суток. Видимость практически нулевая. Пленку с передних стекол придется удалить. Всего за время рейда инспекторы выявили три подобных нарушения. А еще один водитель не был пристегнут, один ездил с истекшей страховкой и еще один забыл дома водительское удостоверение. Останавливают водителя, у него отсутствуют документы при себе. Его, естественно, проверяют по базам административной практики, лишен он или нет. То есть, если у человека имеется водительское удостоверение, но он его забыл дома, то на него составляется административный материал, штраф за данное нарушение предусмотрен 500 рублей, автомобиль помещается на оплатную стоянку. В ходе рейда инспекторами были проверены около 200 водителей. Ни один из них не оказался в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще одно занятное обстоятельство. С 6 вечера пятницу до утра следующего дня в городе не было зафиксировано ни одного даже мелкого дорожно-транспортного происшествия. Нельзя точно сказать, связано ли это с рейдом, но именно такого эффекта и добивались в ходе операции инспекторы ДПС. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иванова.